В Одессе стартовали международные учения Сибрис. В последние годы к этим маневрам повышенное внимание, поскольку проходят они в Черноморском регионе, где, по словам военных, ситуация обостряется. О чем говорили на открытии учений, кто в них примет участие, узнаем от Андрея Анастасова. Помимо США и Украины, а они главные участники Сибрис, на учения прибыли военные из 17 стран. Это представители НАТО, а также партнеры Североатлантического альянса. На открытии командующий украинских ВМС заявляет, ситуация в регионе очень напряженная. Россия, по словам Игоря Воронченко, по сути продолжает захват нашей исключительно экономической зоны в Черном и Азовском морях. Поэтому удивлен тем, что в Москве нервно реагируют на американские корабли в Одессе. Маневры будут проходить на воде, под водой, в воздухе и на суше в Одесской и Николаевской областях. Участие в них примут около 30 кораблей, более 20 летательных аппаратов, а также 2000 военнослужащих. Особенность нынешних учений в том, что всеми операциями межнациональный штаб будет управлять удаленно с корабля Маунт-Витни. Как раз этот корабль и будет главной целью условного противника. Впервые за более чем 20-летнюю историю Сибриз мы привели в Одесский порт флагман 6-го флота США, корабль Маунт-Витни. Сегодня на его борт поднимутся 88 офицеров украинских ВМС. И это выводит учения на совершенно новый качественный уровень. Более детальный сценарий учений военные держат в секрете. Известно лишь, что роль противника, атакующего штабной корабль, будет играть турецкая подводная лодка. Вы знаете, что у Черного моря сейчас в Российской Федерации с каждым уроком все больше и больше становится субмарин. Это небезпека, какая в Черном море, мы должны враховывать подчас своих действий на море. Сибриз продлится две недели. Первые корабли иностранных военных флотилий уже швартуются в украинских портах. Андрей Анастасов, подробности, телеканал Интер, Одесса.